добрый день дорогие друзья сегодня я расскажу вам про ланчанское чудо когда господь превратил хлеб и вино в настоящее тело и кровь в ту ночь когда он был предан он взял хлеб и благословил преломил и подал ученикам своим говоря примите вкусите сие есть тело мое которое за вас преломляется во оставление грехов также и чашу говоря пейте из нее все сия есть кровь моя нового газовета за вас и за многих изливаемое во оставление грехов тайная вечеря является сюжетом множество икон и картин из которых наверное самое известное произведение это тайные вечери леонардо да винчи в каждом православном храме над царскими вратами помещается икона с изображением тайной вечери согласно церковному преданию в восьмом веке во время божественной литургии которую служили в церкви города ланчана в италии пресный хлеб и вино превратились в человеческую плоть и кровь однажды один из священников совершая божественную литургию усомнился в действительности присуществления даров но господь в тот день явил чудо хлеб и вино превратились в человеческую плоть и кровь ошеломленный священник смотрел на предмет который был у него в руках это был тонкий срез плоти человеческого тела монахи окружили священника пораженные чудом не в силах сдержать удивление а он исповедал перед ними свои сомнения разрешенные таким чудесным образом с тех пор в городе ланчана 12 веков хранятся чудесная кровь и плоть материализовавшиеся во время евхаристии в церкви сан-лигонций весть о чуде быстро облетела тогда близлежащие города и области и в ланчана потянулись паломники в шестнадцатом восемнадцатом и девятнадцатом веках артефакты изучались священнослужителями в шестнадцатом веке архиепископ антонио определил что кровь разделенная на пять неравных частей весит вместе столько же сколько и каждая по отдельности 18 ноября одна тысяча девятьсот семидесятого года доктора дарда линоле взял пробы обоих компонентов на анализ исследования были закончены четвертого марта одна тысяча девятьсот семьдесят первого года анализ был подтвержден в одна тысяча девятьсот восемьдесят первом году бывшим профессором анатомии человека святые дары хранящиеся в ланчана с восьмого века представляют собой подлинные человеческую плоть и кровь и плоть и кровь относятся к единой группе крови а б к ней же относятся и кровь обнаруженная на туринской плащанице ученых удивляет то что плоть и кровь 12 веков сохраняются под воздействием физических атмосферных и биологических воздействий без искусственной защиты и применение специальных консервантов кроме этого кровь будучи приведена в жидкое состояние остается пригодной для переливания обладая всеми свойствами свежей крови по свидетельствам современников чудо материализовавшаяся кровь позже свернулась в пять шариков разной формы затем затвердевших интересно что каждый из этих шариков взяты отдельно весит столько же сколько все пять вместе это противоречит элементарным законам физики но это факт объяснить который ученые не могут до сих пор помещенная в античную чашу из цельного куска горного хрусталя чудесная кровь уже 12 веков предстает взором посещающих лончана паломников на этом на сегодня все если вам не понравился рассказ или вы не верите в бога а думаете что люди произошли от обезьян ставьте дизлайк а если вы человек верующий и вам понравился рассказ ставьте лайк жмите на колокольчик и подписывайтесь на канал это очень поможет продвижению канала верьте в бога и уповайте на него и бог вас никогда не оставит храни вас бог а